В конце марта мы сняли репортаж о том, как парк пережил зиму и в каком виде предстал перед саровчанами после масштабной реконструкции. Спустя месяц мы снова здесь, чтобы своими глазами увидеть и показать вам, горожанам, а что же, собственно, изменилось. Изменения есть. Практически в каждом углу парка ведутся работы по благоустройству. Туда-сюда снуют бабкаты и рабочие. Без конца шумит техника. Завезли чернозем и сотрудники ДЭП распределяют его по территории. Сейчас некоторые участки парка напоминают не место отдыха, а скорее поле после битвы. Но видно, что рабочие доделывают не только то, что было не сделано в срок, но и переделывают то, что не выдержало испытаниями погодными условиями или было установлено с нарушениями технологии. Напомним, что подрядчик в рамках гарантийных обязательств должен устранить недостатки до 1 июня. Для наглядности мы прошли с тем же путем, что и в марте, чтобы посмотреть на результат работы за месяц. Главный вход. Обратите внимание на плитку. В конце марта земля была еще мерзлая и все было на месте. Теперь грунт оттаял и плитка провалилась. Этот участок нужно ремонтировать. Зона карусели для малышей. Здесь результат виден невооруженным глазом. На набережной мало что изменилось. Единственное привезли грунт для газонов. Дорожку, которая была сделана из того, что было и по которой было опасно ходить, мы нашли не сразу. Пришлось определять местоположение по деревьям и фонарям. Все потому, что ее полностью переделали. Из нового в парке появились вот такие столбы с белыми табличками. Это будущая система навигации. Но некоторые соровчане с низким уровнем культурного воспитания уже приложили к этому руку и сломали детали. Как, впрочем, периодически ломают беседки на набережной. Задачей системы видеонаблюдения – регистрировать различные нарушения на территории парка. Видеокамеры в парке зафиксировали уже несколько фактов вандализма. Что касается устранения недостатков, то пока судить, успеет ли подрядчик сроку, рано. Объем работы большой. Парк плохо перенес зиму. Но впереди еще месяц. Мы обязательно вернемся, чтобы проверить ход работ. Елена Грицко, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24.